Состоялось очередное расширенное заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на Кыргызко-Таджикском участке госграницы в Баткенской области 28-30 апреля. С отчетом о проделанной работе и текущей ситуации в Баткенской области выступили специальный представитель президента по вопросам восстановления и развития приграничных сел области Мамырджан Рахимов, полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и руководители соответствующих госорганов. Председатель Кабмина Лукбек Марипов подверг критике работу Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Далее были рассмотрены вопросы по восстановлению ущерба собственности граждан и юридических лиц. Председатель Кабмина поручил ускорить выделение средств пострадавшим предпринимателям. Кроме того, Марипов поручил Министерству экономики и финансов предоставить общественности полную информацию о выделенных финансовых средствах как из государственного бюджета, так и по линии частных и международных организаций неравнодушных граждан. «Мы должны отчитаться за каждый сом. Все финансовые расходы должны быть прозрачными», отметил Марипов. Участники совещания также рассмотрели вопрос подготовки к проведению инвестиционного форума «Развитие Баткена. Развитие страны». С информацией по данному вопросу выступил ИОО министра инвестиций Нурадил Боясов. Он отметил, что на мероприятие приглашены представители бизнес-сообщества «Международные партнеры по развитию». Ожидается подписание ряда соглашений и меморандумов. Глава Кабмина отметил, что это первое мероприятие, проходящее в Баткенской области подобного уровня. По итогам заседания Государственной комиссии по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области дан ряд поручений, за своевременность исполнения которых обозначена персональная ответственность руководителя профильного госоргана.